Едаки картофеля И все это для того, чтобы как можно лучше разобраться в особенностях эффектов ночного освещения, к примеру, большое теневое пятно на стене. В этом, как принято считать, первом шедевре Ван Гог направляет свои усилия на поиски экспрессии, используя темные землистые цвета, характерные для первого периода его творчества. Что касается сюжета, здесь явно ощущается особое внимание, чуть ли не сентиментальная привязанность к повседневной жизни бедняков, убогий деревянный дом, пятеро крестьян вокруг стола, скудный ужин, состоящий из вареной картошки и кофе. Все это освещено лампой, единственным источником света. Ван Гог начинает длинную серию портретов крестьян в декабре 1884 года в Нью-Энене, в небольшом голландском местечке в Барабанде, куда была переведена его семья. Эскиз кидокам картофеля. Первый рисунок, вложенный в письмо к брату Тео, ныне в музее Висенте Ван Гога в Амстердаме, а второй – литография, тоже 1885 года на ту же тему. Уже по поводу этих первых эскизов Ван Гог разъясняет в письмах проблемы, стратегии и смысл своей жизни. Ван Гога в Амстердаме 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 Ван Гога в Амстердаме